Дорогие соотечественники! Вот и настала очередная пора начинать беседу в рамках авторской программы «Позиция» о такой интересной вещи, как новое мышление. Это новое мышление стало чувствоваться не только у нас в Молдове, но и во всем мире. Что означает новое мышление? Новое мышление обозначает, что эра глобализации в том смысле, в какой она понималась банкиллером из Уолл-стрит, начинает свое совершение. Начинает свое совершение и вот почему. Почему? Когда госпожа Хилари Клинтон говорила, что вот сейчас в мире происходит подъем национализма, она прежде всего имела в виду своего конкурента, а именно Дональда Трампа. Когда Дональд Трамп сказал, что Америка превыше всего, это означало не что иное, как конец старым стандартам глобализации. Чтобы понять, что происходит сейчас в мире и что означает это новое мышление, мы пригласили к нам в гости, хорошо знакомого вам, Роберта Забординского, человека очень мудрого, очень знающего и видавшего всякие виды. Потому что, когда Израиль предупреждал старушку Европы о многих опасностях, которые ведет со собой вот эта бездумная глобализация, к Израилю не прислушивались. Сейчас это говорит все о том, насколько мудры были наши бывшие соотечественники, которые сейчас проживают в этой стране. И вот наши соотечественники, наши израильтяне, с которыми нас связывают не один век общей судьбы и общего исторического развития, имеют на это свое особое мнение. Итак, Роберт Забординский у нас в гостях. День. Вот, потому что, насколько мне помнится, Виктор Либерман, как бы тоже из наших, да, как бы получается, Высоцкий, помнишь, но там горит на четверть бывший наш народ. Вот, Роберт, еврейский народ, создатель Библии, создатель Ветхого Завета, да и Новый Завет, если посмотреть Христа и его окружение, как бы тоже твои соплеменники. И вот эта вековая мудрость, это вечное выживание в самых катастрофических условиях сделал этот народ мудрым и достойным всякого внимания и уважения. Скажи, пожалуйста, вот как сейчас, перед тем, как мы начнем вот этот цикл о новом мышлении, о судьбах глобализации, скажи, пожалуйста, как сейчас себя чувствуют твои соплеменники на своей родине в Молдове? Потому что она такая же ваша родина, как и наша. Потому что мама родина у всех одна. Спасибо, Виктор, за приглашение для участия в этой передаче. Могу сказать об одном, что за последние 25 лет очень кардинально изменилось национальное отношение в Республике Молдова. И должен даже сказать, что в хорошую сторону. Я 6 лет возглавлял еврейскую общину Республики Молдова. И при мне принимались все те исторические документы, которыми сегодня руководствуются очень многие национальные организации, работающие в нашей стране. Я имею в виду указ первого президента страны Мерчи Снегура о возрождении еврейской культуры в Республике Молдова. Я имею в виду постановление правительства за подписью Андрея Сангели, нашего премьера, о мерах по развитию еврейской культуры. Такие же примерно документы были приняты по всем национальным культурам, граждане которых, национальности которых проживают в Республике Молдова. И это говорит о том, что с первых шагов Республика Молдова сделала свой правильный выбор. И очень жаль, что в нашей стране есть люди, которые данную ситуацию кардинально изменили с первых шагов. Я вспоминаю, как долго мы, представители национальных меньшинств, наработали за общим столом над законом о языках. Работой этой руководил ваш отец, он говорил, Баршевич. И я вспоминаю, как он подходил к решению этих вопросов. И очень жаль, что многие положения этого документа, которые были приняты, в конечном итоге тут же были отброшены нашими националистами в сторону. И началась та самая суматоха, я бы сказал, даже не суматоха, недостойное поведение многих представителей титульной нации по отношению к национальным меньшинствам, проживающих в Республике Молдова. В конечном итоге это вызвало только одно, что страна за 25 лет потеряла очень талантливых людей, представителей разных национальностей. Одни уехали в Россию, другие уехали в Израиль, третьи отправились в более дальнее путешествие в Соединенные Штаты Америки. И сегодня представители нашей республики, по сути дела, разбросаны по всему миру. И этот исход, по сути дела, еще раз подчеркиваю, начался именно с евреев. Я хорошо помню те демонстрации, которые устраивал так называемый Народный фронт, я имею в виду радикальная краула Народного фронта, которая выходила с лозунгами типа евреев Нестор, русских Заднестр. К чему это привело, мы прекрасно понимаем сейчас и по сегодняшний день не можем разобраться с этими проблемами. Я имею в виду проблему Приднестровья, которая, по сути дела, уже такой большой срок живет как бы в составе Республики Молдова, но до июля она живет давно своей самостоятельной жизнью, имея свои государственные символы, свою политику, все свое. Конечно, можно улыбаться, если взглянуть на карту, что такое сегодня на карте Европы, как выглядит Приднестровье. Но я думаю, такую же усмешку может вызвать и Республика Молдова. Мне, Виктор, очень часто приходится бывать за рубежом, и долгое время мне приходилось объяснять людям, где находится Республика Молдова. И звучал, примерно, рассказ об этом так. Наша республика находится между Украиной и Румынией. Совершенно верно. Для того, чтобы человек мог представить. Сегодня, с учетом того, что произошло в нашей стране, увы, Республику Молдову видят совсем по-другому. Я недавно был в Вене, я встречался с деловыми людьми, встречался с руководителем целого ряда учебных заведений. И когда меня представляли, говорили, что Республика Молдова, они сразу говорили, что это та страна, где украли 1 миллиард евро из банковской системы страны. Вот так вот, видишь, как получается, плохие новости сразу делают страну популярной. То, что все эти годы Республика Молдова могла бы послужить примером того единения народов, которое было раньше. Могла бы послужить и хорошим примером того, как возрождалась и титульная нация, и те народы, которые проживали здесь. Конечно, об этом очень грустно вспоминать. А теперь перейдем, пожалуйста, к такой визионерской основной теме нашей передачи. Ведь Хилари Клинтон прямо открыто говорила, что мы имеем дело с неким чуть ли не интернационалом национализма, националистов, имея в виду поднимающиеся такие гиганты, как Китай, Индия, Россия в последнее время, другие страны, вот страны БРИКС, ведь уже почти половина мировой экономики находится под контролем в руках этих поднимающихся стран, которые свято помнят, что у них есть своя история, свои предки, своя культура. И вот эта попытка глобализма всех нивелировать, всех стандартизировать, где-то в какой-то мере напоминает процесс, скажем так, обезличивания народов, лишения их какой-то своей, ну вот это так называемая политкорректность, толерантность. Да, ведь мультикультурализм – хорошее дело, но он провалился. Как ты думаешь, почему вот эта тенденция глобализации, то есть американизации не в самом лучшем смысле этого слова, потому что мы все знаем, что Америка – это страна инженеров, страна ученых, страна замечательных технологов, то есть исследователей. Она дала миру очень многое, но, к сожалению, копируются некие стандарты Голливуда, скажем, какие-то определенные пиаровские акции, программы. И создается такое впечатление, что великое слово «демократия», рожденное еще в Древней Греции, за которое проливали кровь многие просветители, люди с самых передовых взглядов, потихоньку стало превращаться в свою противоположность. Лишившись чего? Лишившись этики. А что такое этика? Это уважение к традициям своих предков, своей культуры. Слово «свобода» вдруг обратилось в какую-то страшную несвободу, в какую-то зависимость. И как ты считаешь, не является ли это причиной все того, что все больше и больше людей в мире стало понимать. Вот их называют консерваторы, неоконсерваторы. Никакие они не консерваторы, неоконсерваторы. Это люди, которые чтят свою историю, чтят память своих предков и понимают, что только на основе своих национальных интересов и уважения национальных интересов других государств, других народов, других стран можно человечеству спасти от апокалипсиса войны, от того, что мы видим сейчас происходит вот это потепление, Венеция начинает опускаться потихонечку под воду, и что только новое мышление может породить то, что можно назвать новым глобализмом, этическим, нравственным глобализмом, чтобы везде во всем мире общечеловеческие ценности, завещанные от наших предков, возобладали над культом чистогана, корыстных, своекорыстных интересов, аморальности и прочей мерзости, которой слишком много накопилось в нашем мире. Вот как смотрит мудрый израильский народ, автор великого книги многих народов Ветхого Завета и Нового Завета, на то, что происходит сейчас. Вы знаете, Виктор, все эти процессы, как Вы точно подметили, они имеют действительно глобальный размах. Мы наблюдаем, что вот этот всплеск нездорового национализма, нездорового национализма, почему-то преобладает там, где в принципе преобладать не должен. Вы знаете, я очень часто на эту тему говорю, и у Вас в студии, и на других телеканалах. Я считаю, что за все эти годы, я буду говорить конкретно о нашей стране, потому что мы живем в ней, и нам, конечно, больно за все, что происходит здесь не так. То есть, извини, Роберт, чтобы быть правильно понятным, то, что госпожа Клинтон называет, как бы назвала взрывом национализма, на самом деле не является. Национализм мы, скорее, видим на Украине и вот в подобных странах. А она, как не совсем правильно, она, видимо, понимает, что такое демократия, она также неправильно назвала. Вот это движение возврата людей к своим корням, своим культурам, истокам и традициям, она обозвала национализмом. Тогда как я бы попросил бы тебя, чтобы ты пояснил нашим дорогим соотечественникам, что такое национализм в его истинном понимании, как неуважение к другим народам, к другим культурам, когда национализм в шовинизм переходит, и что такое уважение к своим этническим корням, к культурным корням и традициям. Я полностью согласен с тем, что вы сейчас сказали, но могу заметить такую вещь. Я не начал говорить. Я считаю, что все наши проблемы, сегодняшние, а в этом плане особенно, произошли из-за того, что мы за последние годы потеряли две основополагающие вещи, на которых держится любое демократическое государство. По-настоящему демократическое. По-настоящему демократическое. Это духовность и нравственность. Сегодня будем говорить откровенно, мы эти позиции сдали. И сдали очень просто, и я почему-то с трудом верю, что может появиться какое-то новое, особое течение, потому что в принципе из жизни наших сограждан ушелило очень много того, что делало их высококультурными, высокообразованными людьми. Я имею в виду получение достойного образования, это начитанность. Если мы наблюдали с вами в последние годы, даже советской власти, что в каждом селе появлялась луминица, то есть книжный магазин, то сегодня мы должны констатировать, что все эти наши луминицы превратились в бары, рестораны, в питейные заведения, во что угодно. Игровые. Игровые. Поэтому говорить о какой-то духовности, вы посмотрите, резко упал интерес к чтению. Люди мало ходят в театры и на концерты. Недавно у нас на практике были молодые люди с нашего факультета журналистики, и одна из наших девушек, которая сказала, что она очень любит театр, я ей сказал, говорю, нет вопросов. Вот есть такая просьба, сходите в русский театр и задайте директору театра один всего вопрос. Когда последний раз он видел наших молдавских политиков на премьерах в его театре? Вы знаете, она когда пришла оттуда, она сказала, говорит, это удивительный вопрос. Он долго думал, потом сказал, говорит, да, лет 10 назад в русском театре был Владимир Николаевич Воронин. И говорит, а какой был спектакль? Да не было никакого спектакля. Он проводил встречу с представителями национальных меньшинств. И вот действительно, я не знаю, как часто вы бываете, но я очень часто бываю, и на концертах, и в театре. Очень редко мы видим на этих встречах искусства. Скажем так, представителей политических элит, скажем так. Да, политических элит. То есть, мы можем сколько угодно смеяться над прошлым временем, но я вспоминаю те годы, когда в зале медленно тушился свет, и члены Бюро ЦК, Компартии Молдавии, Гуськом проходили на свой ряд и присутствовали почти что на всех концертах, на всех спектаклях. Это было, ну как вам сказать, Это ритуал был. Как ритуал, как ходили на службу. О чем же мы сегодня тогда говорим? У нас получается, что у нас, по сути дела, все влияние происходит через социальные сети, а они не всегда, будем говорить, профессионально и ответственно освещают те или иные события или те или иные мероприятия, которые проходят. Они в любом случае несут какую-то, будем говорить, и политическую окраску, и социальную окраску. И поэтому трудно сегодня говорить, кто может действительно положительно повлиять на то подрастающее поколение, которое завтра, послезавтра придет в большую политику, в экономику, в культуру нашей страны. Я вам скажу, посмотрите, какие фильмы идут в наших кинотеатрах. Я считаю, что мы сейчас действительно все, и Молдовы, и многие другие страны, переживают не самый лучший период экономической жизни. Но я всегда вспоминаю те годы послевоенные, когда мы, дети, бегали в кинотеатры, чтобы посмотреть хороший фильм. И все фильмы были удивительно позитивны, положительны. Они внушали людям оптимизм, желание жить, работать, что-то творить. Сегодня, если заглянуть в наши кинотеатры, это в основном стрельба, убийство, кровь, которая льется, насилие, жестокость и так далее. Красивые чувства, как ни странно, почему-то из наших кинотеатров и из театров наших тоже потихонечку ушли. Вот с этого, если мы начнем двигаться дальше, то мы с вами придем к тому, с чего вы начали наш разговор. У нас сегодня, по сути дела, нет экономики. Это очень серьезная проблема, потому что, в принципе, у нас нарушен самый главный баланс, о котором я не устаю говорить, и который, по сути дела, я сказал, и через какое-то время люди о нем не вспоминают. А, в принципе, на нем держится все. Я считаю, например, что сегодня впереди политиков должна идти экономика, и только она может диктовать свои условия. А если этой экономики нет? Чем ниже уровень жизни, тем больше растет число преступлений, причем тяжелых преступлений, тем больше, как его, люди не приобщаются к миру, культуре, искусству и прекрасному, как мы говорили, а приобщаются к негативным нашим поступкам, делам, которые совершают некоторые индивидуумы, и которые вдруг становятся ни с того, ни с сего законодателями того или иного течения. Если мы вспомним историю зарождения фашизма в Италии и в Германии, то первым звоночком это был упадок экономики. Что предлагал Гитлер и Муссолини своим согражданам? Возродим экономику. И под это дело было подогнано все. В том числе и то, что была создана вот эта мощная военная машина, которая в конечном итоге должна быть где-то была применена. Как в спектакле. Если в начале висит, то она в конце пьесы должна выставить. Так и появление этого. Поэтому сегодня вот этот процесс, он очень сильно настораживает. С одной стороны падение нравов, с другой стороны падение экономики и выведение людей совершенно на другую орбиту мышления и поведения. Не самое лучшее. И вот мы опять заговорили о важности вот этого момента мышления. Помнишь, Роберт, как всегда вспоминается знаменитая фраза из собачьего сердца, когда профессор говорит, что всякая разруха начинается с разрухи в головах. То есть от мышления людей, от их восприятия мира, от их мировидения и миропонимания. И вот то, о чем ты говорил, о культуре, о духовности, о нравственности, вот дефицит вот этого, казалось бы, ничего не стоящего товара и продукта, ведь не зря же великий сервантик сказал, ничто не стоит так дешево и ничто так не ценится, как он назвал это вежливостью. Ну, по-испански это слово вежливость имеет гораздо больше смыслов и коннотаций. Вот этот великий испанец, на самом деле человек величайшей культуры. И насколько я знаю, Испания это, собственно говоря, место, где уживались и мавританская культура, еврейская культура, ведь насколько я понимаю, евреи сефарды это выходцы из Испании. Позволь мне одну ремарку сказать. Расскажи, пожалуйста. Я был в Испании и должен сказать, это не мои выводы, это выводы гида, который нас ознакомил с историческими местами Барселоны и так далее. Запомнилась одна его фраза. Он сказал, когда 500 лет назад мы выдавили из нашей страны евреев, Испания опустилась в ночь. Сегодня я бы перепфразировал, любое желание выдавить представителей других наций из жизни нашей страны к добру не приведет, а только приведет к потерям. Чем была богата Молдова? Она была богата своими народными традициями. Очень многие эти традиции переплетались с традициями других народов. И было взаимное уважение. И взаимное уважение было. Я вспоминаю эти годы, мы ходили на молдавские свадьбы, на еврейские свадьбы, это никогда не как его, это всегда было очень интересно, и всегда это было даже где-то поучительно, как же кто-то, у кого-то чему-то учился. Сегодня вот это вот желание замкнуться только на своей нации, только на каких-то своих национальных интересах, обедняет этот народ, и обедняет людей, которые живут вокруг них. Знаешь, я прожил в Кишиневе всю свою жизнь, я жил в большом дворе, где жил где-то около 25 семей, из них, значит, 5 было русских, не помню, сколько это, и где-то семей 12, 14, это были представители евреев. Я не хочу сказать, что все было гладко. Могу только одну вещь, вот сейчас анализировать. Жили дружно. Жили не просто дружно, есть истории, чаще всего из-за детей, делить-то было нечего. Но я вспоминаю, как наши взрослые люди построили огромную беседку в центре двора. В этой беседке мы дети собирались на обеды и ужины, в этой беседке мы приносили свои раскладушки, все вместе спали в этой беседке в жаркие кишиневские ночи и так далее. И я не помню, чтобы мы там как-то пытались разделиться на какие-то национальные группы. Наоборот, пришло какое-то взаимопроникновение и могу даже сказать, что было удивительно, что иногда парень из молдавской семьи неплохо говорил наидиш. И такое было. И поэтому мне сегодня очень многое непонятно. мне непонятно, когда мы опускаемся до уровня выяснения наших отношений, опускаемся до уровня того самого радикального оголтевого национализма, который заставляет человека взять, как говорят, руки в ноги и бежать отсюда. Этого не должно быть, я считаю. Вот вы говорили сейчас о Соединенных Штатах Америки. Я был в Америке полгода, учился там, и могу сказать, сказать, что на меня произвело огромное впечатление взаимоотношения между представителями разных национальностей. Сегодня, когда я слышу какие-то крики «построим стену, чтобы мексиканцы не шли в Соединенные Штаты», то могу вам сказать, в Нью-Йорке существует мексиканское телевидение, испанское телевидение, в Нью-Йорке существует сегодня телевидение и радио для русских, проживающих там. Это вообще огромный котел, межнациональный котел. И не дай Бог, чтобы этот процесс взаимопроникновения прекратился. Прекратился. Придет только к взрыву. Конечно. Я думаю, что та ситуация, которая сегодня, как ни странно, вот вы коснулись, я стараюсь не говорить на эту тему по одной простой причине. Мне очень больно за все, что происходит на Украине. Я не могу этого понять, как люди, соплеменники, граждане одной страны могут воевать друг с другом, убивать, издеваться и так далее. Для меня это просто непонятно. Когда приходит враг со стороны, который хочет захватить твою страну, хочет за счет тебя нажиться, это понятно. Но когда люди только недавно жили все вместе в одной семье, причем родня там, родня здесь, и так далее, пытаются выяснять на таком уровне с оружием в руках свои отношения. Это, видно, что-то, как вы правильно заметили, что-то с головой. Я, вы знаете, хочу сказать, чтобы я закончил эту тему, могу сказать только одну вещь. Я очень благодарен судьбе, что живу в Молдове, и когда кто-то говорит, что в Молдове маммалыга не взрывается, думаю, слава богу, что она не взрывается. Мне бы так не хотелось, чтобы Молдова превратилась в подобие какой-нибудь там Чечни, которую недавно мы имели, счастье лицезреть, со всеми ее, как его это, или еще в какую-то страну, откуда люди бегут. Ведь когда смотришь на кадры, которые показывают сегодня, вот это огромное нашествие эмигрантов из Северной Африки, из ряда азиатских стран, на Европу. на 90 процентов молодые ребята, на 90 процентов. Это, как известно, если молодой парень не имеет работы и не имеет чем заняться, это, считай, готовый для террориста материал. Не только для террориста, а для преступного мира. Да, да. о чем мы говорим. Поэтому я считаю, что кто бы сегодня не пришел во власть в Молдове, сколько бы мы там ее бы не делили между собой и не пытались там выяснять отношения, если мы серьезно не займемся экономикой и нашей молодежи, я имею в виду устройством ее жизни, то мы можем получить то, что уже получили. Вы знаете, когда мне привели статистику, что ежедневно Молдова покидает около 100 человек, причем на ПМЖ. Жутко становится. Становится просто жутко, потому что, в принципе, когда-то мы занимали первое место в Советском Союзе по плотности населения. Люди мечтали жить в Молдове, люди стремились попасть в Молдову. Многие выбирали после долгих лет работы на Крайнем Севере, на Дальнем Востоке, выбирали место жительства Кишинев. Да. После армии, после армии и так далее. И я вам скажу, что то же самое можно сказать о Прибалтике. Я служил в Прибалтике, я вспоминаю, сколько людей из Молдовы, из России оставались, и появление там таких городов, как Венспилс или Далголовпилс, портовых городов, где в основном проживает русскоязычное население, это не случайно, и это не заказ, как у нас любят говорить, и не рука Кремля, и не заказ. Это был естественный процесс. Это был естественный процесс. По той простой причине, что молодой человек находил работать, молодой человек находил любовь. Вы знаете, один наш молдавский писатель, не буду его рекламировать, вы поймете, о ком я говорю, как-то написал о том, что русские женщины выполнили указания из Кремля, и в первую очередь заставили на себе жениться представителей Молдовы. Я его спросил, я встретил его на улице, я говорю, мы с тобой были когда-то молодые, я насколько помню, если нам нравилось, с девушкой, мы бежали, и первым делом спрашивали, что он делает вечером. Фамилию не называл. Ты ему сказал, Коля, ты что? Да. Что вы делаете вечером? Можно с вами пойти в кино. Я не думаю, что когда ты останавливал, ты спрашивал у нее, кто она по национальности и как ее фамилия. Я думаю, что меня кто-то может обвинить в том, что я настралирую. Даже помнишь покойный Танаси, царство ему небесное, все-таки был интересный человек, творческий, я помню, он сказал этому деятелю, о котором вот ты рассказываешь об этом писателе, что обвинял, что эти русайчили, как он говорил, он говорит, Майколь, тебе не стыдно? Сколько мы с тобой любили этих женщин, и ты сейчас такое не говоришь. Вот это настоящий молдаванин. Ничего, кроме правды, надо говорить. Мы, если мы не научимся говорить правду, если мы не научимся честно общаться между собой, и уважение к друг другу, это ни к чему хорошему не приведет. И мне бы хотелось бы, как говорится, воспользоваться вашей трибуной, хотел сказать, что вопросы национальных меньшинств, вообще не люблю это слово национальных меньшинств. Мы не меньшинств, оно какое-то презрительное, что значит меньшинство. Но я думаю, что нужна программа, мы можем по-разному относиться. Вы знаете, у нас очень любят ссылаться на опыт Румынии. Нам скажу, что я очень благодарен уехавшему из нашей страны посылу Лазурки, с которым я имел счастье сделать интервью. И он мне сказал, вот посмотри, сколько русских живет на территории Молдовы, на территории Румынии. Это в основном старожилые, которые живут в селах вдоль Многолепован, старообрядцев. Он говорит, у них есть свои газеты, у них есть свое радио. Более того, у нас все национальные меньшинства можно очень легко проверить, иметь своих представителей во всех структурах власти. Что нам мешает в конечном итоге сделать так, чтобы представители народов самые лучшие, самые яркие, самые умные, не по принципу национальности, а по уму, были также представлены в наших высоких эшелонах власти. В той же Румынии из 20 приблизительно членов правительства всегда 2-3 венгра говорящие будто Секой и Секей, будто Венгрия, всегда его заметил, 2-3. Он президент нынешнего Румыния. Да, Йоханнес. Немец. Немец. Причем из тех немцев, которые поселились в Трансильвании еще в какие времена. Помнишь, был визит госпожи Меркель в Клуш, где она встречалась с большой общиной. Значит, живут, никто не покидает, значит, они себя все-таки комфортно чувствуют. Часть осталась. Часть осталась. Вот об этом, я считаю, мы должны серьезно подумать по одной простой причине. Если у нас мы сохраним хотя бы... Наше богатство, вот эту полиэтничность, много культур, много различных традиций, да даже генетически. Вот так посмотришь в молдавских селах, значит, одни такие черненькие, такие талибанщики бегают, ну, явно такого тюркско-татарского типа, да, а другие светловолосые, голублоголазые, бледнолицые, то есть у одних монголоидные даже есть черты лица. И ты смотришь, это ж такое генетическое богатство невероятное. Ведь почему вот наши, что там в шахматах, что в танцах бальных, что даже что ни возьми, у нас есть те генетические типы, которые позволяют быть кем угодно, борцами, штангистами, боксерами, шахматистами, шахматистами. Ну, а женщины у нас, тут уж румыны заведуют. Я вот помню, приезжали ко мне друзья из Бухареста, значит, и они пока ехали в машине, они сами военные, вот, и они все время вертели головой. И тут я произнес слово «Авакс». И они все дружно захохотали. Что такое «Авакс»? Если ты помнишь, это огромная самолетина, и наверху вращается огромный купол этого радара. радара. Так вот, они, когда ехали по Кишиневу, и там шли наши девушки, и смугленькие, и светленькие, у них головы вертелись синхронно и дружно, вот как система «Авакс». О чем говорят? Ребята, эти румыны, искренне нам заведовали, говорили, боже, какие у вас красивые женщины и девчонки, просто говорят, загляденье. Вот это как раз то, о чем ты говоришь. помните, всегда рождают очень красивых женщин. Я хотел заметить самое главное, что у нас люди очень многие, я всегда с большой теплотой, как его об этом говорю, у нас люди в основном в Молдове, люди красивые, добрые, гостеприимные, открытые, и сегодня впадать в какую-то крайность, ради того, чтобы доказать свою, как некоторые пытаются самобытность, я считаю, что это большая глупость. Даже не самобытность, а некую исключительность. Любая исключительность, она к хорошему не приводит. Она плохо смотрится. И что еще интересно, вот этот отход от библейских традиций, я имею в виду библиот, допустим, и у евреев библейские традиции, и у русских библейские традиции, и у молдаван библейские, потому что все мы относимся, почти вот все, кто проживает, даже гагаузы, они относятся тоже к библейской христианской традиции, да, вот, все это о чем говорит, что все-таки есть у нас какой-то вот общий культурный корень, который идет и от Ветхого Завета, который идет, и это тоже нас как-то объединяет, вот обычно говорят, русский мир, русский мир, подождите, ребята, давай скажем лучше, православный мир, христианский мир, еврейский мир, аврамический, потому что, если на то пошло, аврамические религии, это и иудаизм, и христианство, и тот же ислам, кстати, потому что там признаются все эти пророки, Мусат, Моисей, Юсуф, Иосиф, по большому счету мы все идем как бы от одной к религиозной культурной... Да, они все у нас заповеди-то одинаковые, если их перевести один к одному. Что мешает нам вот и на этой основе, и на традиционной основе наших общих предков объединиться, кроме того, что нас объединяет наша прекрасная страна. Да. И вот об этом как раз и я думаю нужно говорить и главное не спешить, потому что в этом деле нужно иметь очень большое терпение и желание услышать своего собеседника и не говорить с ним, не пытаться с ним говорить с позицией силы. И мне очень понравилась ваша мысль, а я вообще не люблю этого слова, но оно мне кажется просто концептуально просто сюда, о здоровом молдавинизме. Я хочу, чтобы мы стали патриотами своей страны, несмотря на те национальности, которые мы представляем в этой стране. Мы в этой стране должны быть единым народом. Не хочу повторять лозунги большевиков, большевиков, которые говорили пока мы едины, мы непобедимы. Но, наверное, все-таки в этом есть большая сельмяжная правда. Потому что действительно вот это желание прийти друг к другу на помощь, друг друга поддержать, видеть в каждом человеке не врага своего будущего или настоящего, а видеть человека равного себе, с которым тебе приятно встречаться, общаться и говорить. Ведь самое главное, ведь с одной стороны, это ведь здорово, что есть интернет, что сегодня мы можем в любое время позвонить и так далее. Но вы правильно сказали. Исчезла культура общения, желание общаться и говорить. Потрогать друг друга, обнять, пожать руку. Почувствовать. Да. Не знаю. Интернет не передает вот это ничем не сравнимое тактильное ощущение, ощущение присутствия непосредственного человека. Потому что все-таки то, что на экране это светящиеся, бегающиеся точки, красненькие, зелененькие, желтенькие, и они дают образ. Звук это колебание всего лишь какой-то колебательной системы. Это не живой образ человека. Это некая все-таки стена. Это то, что людей все-таки разделяет. Что бы мы ни говорили. Не только разделяет. Я бы сказал больше. Вот это постоянное нахождение в социальных сетях. Вроде бы с одной стороны ты убегаешь от одиночества. На самом деле ты все дальше и дальше уходишь в одиночество. Это миф. Это видение какое-то, что тебе кажется, что у тебя масса друзей в интернете. Что вроде ты со всеми общаешься, с кем-то пишешь. Иногда открывая интернет такая иногда ненависть выливается. Столько троллинга, столько мерзостей. И вот этот анонимат. не желание услышать друг друга. И обрати внимание, когда ты смотришь в глаза человеку, ты гадость ему сказать сложно. А за ником, спрятавшись за каким-то людьми. Да, безответственно. Вот вся эта мерзость, что есть человек, и она начинает все это без культуры выливаться. И оно, между прочим, очень сильно влияет на любого, кто прочтет о себе или о своих друзьях какую-либо гадость. А какой настрой? Безответственно. А какой настрой? Да. И что же мы и чему детей собираемся, молодежь учить, вот этой анонимности, вот этой безответственности. А ведь культура предполагает непосредственное общение. Театр, ты совершенно правильно сказал, это не кино, это не монитор. Это ты приходишь и видишь, как живой человек играет, проигрывает чужую судьбу. И эта судьба становится нашей общей судьбой. Это великая вещь культура. Что бы ты хотел сказать? Напоследок я хотел сказать напомнить одну фразу. С кем вы мастера культуры? Вы знаете, очень жаль, что мастера культуры отодвинуты из нашей общественной политической жизни. Вроде бы они начинали, они очень хотели перестроить, им казалось, что им не хватает свободы, хотя свобода подразумевает под собой огромную ответственность за свои дела, поступки и слова. Мы сделали все возможное, что сегодня мастера культуры, которые имели возможность влиять на народ, общаться с ним, доносить ему какие-то вещи, он, по сути дела, этой возможности лишен. Лишен этой возможности. Поэтому мы сегодня не видим новых книг, мы не видим новых имен, мы находимся, как вам сказать, как говорится, дичаем в океане информации. Мы дичаем от другого, от того, что мы с утра до вечера думаем, как нам жить дальше. Экономика, она, конечно, очень сильно влияет на всю ситуацию в стране. И экономика надо заниматься серьезно. Вот такая у меня позиция. Спасибо большое. Спасибо большое, что пригласили. Спасибо, Роберт, что пришел, поделился. Поделился тем, что можно назвать простым словом. Мудрость, мудрость своего народа, мудрость своих предков. Это великие вещи. И эти вещи никогда не будут обесценены. Потому что, как сказал великий сервантис, ничто как бы не обходится как бы так дешево, но ничто не имеет большей цены. Дорогие соотечественники, спасибо за внимание, за то, что вы участвовали вместе с нами в авторской программе «Позиция». Как видим, на самом деле новые мысли, новое мышление приходит в мир. И как иногда шутят мудрецы, все новое – это хорошо забытое, старое. Цените мудрость ваших предков, цените мудрость ваших народов, цените вашу культуру. и уважайте мудрость чужих предков, мудрость чужих народов, потому что эта мудрость – это единое достояние человечества. И ни МОМОНа, и ни всякие электронные финансовые средства никогда не заменят человеку того, что называется духовностью и то, что называется нравственностью. о которых сегодня нам говорил наш уважаемый Роберт Западинский. Желаю вам хорошего настроения, желаю вам хороших декабрьских дней, обнимаю вас, вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщевич. Сыня узым дебине, шину мой дебине. Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров